Я являюсь одним из лидеров мирного оппозиционного движения КОШЕ ПАРТИАССА. Наше движение насчитывает более 170 тысяч человек в Казахстане. Мы выступаем за парламентскую республику, защиту прав человека и против коррупции. 28 апреля 2020 года я заявил публично, что мы планируем подать документы на регистрацию движения КОШЕ ПАРТИАССА на всей территории Казахстана. Мы ожидали завершения карантина, чтобы в соответствии с законодательством подать все документы на регистрацию. Однако 19 мая 2020 года Генеральная прокуратура сообщила о запрете деятельности и признании экстремистской КОШЕ ПАРТИАССА. С таким действием мы не согласны. Я Султанов Абайбек. Хочу отметить, что запрет и признание мирного движения КОШЕ ПАРТИАССА является нарушением Конституции Казахстана и международных обязательств. Суд по запрету КОШЕ ПАРТИАССА прошел тайно и без нашего участия. Мы в составе 10 лидеров КОШЕ ПАРТИАССА хотим подать апелляционную жалобу и отстаивать наши права. Мы предоставили доверенности нашим адвокатам. Я Рахимжанов Наян. Считаю, что Генеральная прокуратура, КНБ, МВД, как репрессивные органы власти в Казахстане, будут препятствовать нам в получении документов и подаче апелляции в законные сроки. 22 мая 2020 года в Астане было задержано незаконно 13 активистов движения КОШЕ ПАРТИАССА, которые пришли в Генеральную прокуратуру и просили показать им решение тайного суда. Их задержали с применением грубой силы несколько десятков вооруженных сотрудников СОБА. Почему и зачем власти Казахстана скрывают это решение? О нем говорят все пропагандистские СМИ, но не показывают нам и лишают нас права на защиту и апелляцию. Я смогу, Булат, считаю действия Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД прямым противоречием декларациям президента Казахстана Токаева о соблюдении прав человека, права на мирные собрания и ассоциации в Казахстане. Я, Кайрат Клышев, мы призываем международное сообщество осудить публично такие действия властей, а также вступить в наш чат, в телеграм, вести наблюдение, что наша деятельность носит исключительно мирный и законный характер.